Привет, мои хорошие! С вами Селена Свея. У нас второй урок контурирования лица. Что я буду использовать для контура лица? В основном я использую палетку такой из двух цветов для контура лица. Такая коричневенькая и беленькая. Скульптингит двоечка. В общем, в основном я использую их. Вот темный цвет. Белый на самом деле не так виден. Он абсолютно даже не виден. Дальше я недавно себе купила от Maybelline. Подешевле. Дешевле вариант. Он идет здесь даже с кисточкой, которой я еще ни разу не пользовалась. Вот здесь у нас даже с проблеском каким-то хайлайтер. Вот этот вот больше, конечно, видно. Это более светлей тон. Мы будем им сегодня работать. Также я использую еще вот из такого наборчика. Использовала раньше тоже. Это вообще как румяна шли, но я их использовала как контуринг. И как хайлайтер использовала вот этот розовенький. Видите, у меня его совсем нет. Он очень красивый. Прямо вот ложится на вот эти вещи. Но я его весь использовала уже. Итак, кисточка у меня вот такая вот. Профессиональ. Лориаль. Я использую для темного цвета. Вот эту использую для светлого цвета. И также будем использовать нашу кисточку от Akei. Первое, что мы делаем, это выделяем скулы. Значит, есть разных несколько вариантов, чтобы нам выделить правильно скулы. Первое, что мы нажимаем, находим здесь точку нашу под скулой. И вот так вот перекладываем пальчик ровно под скулу. Вот ровно на это место, и не ближе, не дальше, мы начинаем наносить наш темный цвет. С одной и с другой стороны. Но я делаю немножко по-другому. Я смотрю на себя. И так как у меня, в принципе, овал лица, и все меня устраивает, я выделяю только тени. То есть я делаю просто усиленный эффект. Поэтому я смотрю на себя ровно прямо. Я вижу, где у меня тень проходит. У меня зеркало. Сейчас здесь внизу зеркало будет чуть-чуть по-другому. И я наношу на эту тень. Просто выделяю свою скулу. Усиливаю тень. Усиливаю тень. Дальше. Если у вас квадратное лицо, немножечко, да, мы можем вот так вот эти вот уголочки поубрать. Если у вас слишком высокий лоб, мы также можем затемнить вот эту вот часть. То есть, ну, я делаю немножечко вот здесь. Я не считаю, что у меня сильно высокий лоб. Я его особо не затемняю. Но я делаю вот здесь. Дальше я иду к вискам. Также тут тени падают. Я тоже их выделяю. Не светлый достаточно тон. То есть, он реально кладет только тень. Ничего там серьезного. И выделяю еще подбородочек. Тоже по теням. Вот они тени падают. Я их тоже выделяю. Если у вас второй подбородок есть, то его можно затемнить даже вот так вот. Но не сильно. Смотрите, чтобы не было у вас серьезных границ, потому что это будет некрасиво смотреться. Здесь на самом деле свет такой яркий, что не так сильно видно все это. У меня уже здесь как следует видно. Дальше носик. Носик, конечно, будет удобно делать вот такой кисточкой, потому что она плоская. Носик, в принципе, у меня нормальный нос. Мне ничего с ним не нужно делать. Но я все равно люблю немножечко так его сузить. Поэтому по бокам, если вы хотите более удлинить, но чтобы он был длинный, то мы ровную полосочку ведем от бровей. Если наоборот он у вас длинный, вы хотите его укоротить, то мы эту полосочку заканчиваем вот здесь. Я, в принципе, делаю до бровей. Итак, я делаю вот такие вот прямые полосочки. Обязательно, чтобы не уводило вас по носу, знаете. Если мы вот так будем проводить с вами линию, то, возможно, у вас идет линия по носу будет как бы закруглять. Но нам нужно сделать вот здесь вот прямо. То есть прям прямые линии. Поэтому лучше вот так вот. Раз, раз, раз. И затемняем крылышки. Если сильно широкий, то можно вот-вот затемнить. Я делаю так. Мне, в принципе, достаточно. Дальше мы берем хайлайтер светленький. Здесь мы по носу делаем. Выделяем лоб. Можно выделить область под глазками. Шкулы. Также глазки. Я здесь все выделяю, в принципе. Подбородок. И верхняя губка. Чтобы она у нас как бы вверх смотрела, мы ее засветляем. То есть вот что у нас получилось. Придали некую форму и объем нашему лицу. Еще что я делаю для того, чтобы не сильно были границы. У нас с шеей, с нашей темным цветом. Я вот эти вот косточки, тоже тени, которые здесь, так выделяю их. Косточки. Вот так с одной стороны тень падает. Свет так стоит. Для того, чтобы смыть немножечко границы. Также я использую хайлайтер. Обычно хайлайтер сухой у нас. Не сухой, а он необычно сухой. У меня он сухой. Поэтому я его использую. Вот тот розовенький, который я вам говорила. Верхняя губка. Чтобы у нас так вот блестело. Либо еще что у меня есть. Румяна. Герлен. Они тоже используют. Я их использую как хайлайтер. Или как румяна. Также наношу. У них очень красивый цвет. Также я их наношу потом. Если я хочу, чтобы сияла как куколка у меня на лицо. Сразу видите, наверное, видите блеск какой? Носик. Подбородочек сразу. Скулы. Видите сразу красота какая? Ну, герлен достаточно дорогие. И вот сюда. О, здесь сразу сияет. Герлен достаточно дорогие. У меня здесь на самом деле их оставалось. Я сделала большую ошибку. Я вам рассказывала. Я их смешала. Уже тут эйванских чуть-чуть. Дивашевских чуть-чуть. Но все же лучше, чем герлен я не нашла. Так как здесь у меня еще половина герлен. Поэтому они дают тот же блеск. Но то, с чем я смешивала, это вообще не повторяется. Моих ошибок не смешивать. Итак, контурирование и осветление у нас каких-то зон закончено. Следующее, что у нас будет, это глазки. Как я наношу тени, как я буду выделять глазки, делать немножко кошачьи глазки. У меня одна и та же техника. Используя любые тени, я делаю одно и то же всегда. Поэтому, если вам понравилось это видео и было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь. Не упускайте новые видео. Следующее видео я расскажу о том, как я рисую свои глазки. С вами была Селена Свой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok